Егорский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в суперспринте. Сегодня этой гонкой открыли второй этап Кубка страны. Последний раз в этой дисциплине спортсмены соревновались на Хантамансийской земле три года назад на Кубке IBU. Как сегодня прошла гонка и что она себя представляет, расскажет мой коллега Дмитрий Пришвицин. Ноябрьские морозы сменились теплой плюсовой температурой декабря. Сегодня за время стартов погода менялась несколько раз. Был и снег, и дождь, была и хорошая погода. Так Хантамансийск встретил суперспринт. Эта гонка состоит из двух частей. До обеда мужчины бежали к квалификации. Там на старт вышли 49 спортсменов, из которых 6 угорчан. Эта гонка по принципу проведения похожа на спринт. Раздельный старт, но уходят на трассу спортсмены каждые 15 секунд. Им необходимо было преодолеть три круга по полтора километра каждый. После первого стрельба из положения лежа, после второго стоя. За промах штрафной круг. Это если вкратце говорить о правилах гонки. Квалификацию великолепно прошел Максим Цветков из Санкт-Петербурга. Именно этот спортсмен находится в резерве национальной команды. И с каждой гонкой он показывает свою готовность отправиться на международные старты. Ему могли составить конкуренцию игорские спортсмены. Но Дмитрий Иванов с двумя промахами четвертый. А Семен Сучилов, промахнувшийся на втором огневом рубеже четыре раза, только 26-й. У меня в принципе эмоциональный план сейчас какой-то загруженный. Я не могу поймать свое состояние. Пока что не могу понять, что происходит. Но показанных результатов хватило всем югорчанам, чтобы попасть в финал. Всего до решающего старта допустили 30 сильнейших биатлонистов. И так как он проходит по правилам масс-старта, то стартовая поляна мгновенно преобразовалась. Стартовую поляну мы подготовили стандартную. Расстояние между участниками 3 на 3. То есть получается они стартуют в квадрате. Можно так это назвать. И в финальную часть допускается 30 человек. То есть стартовая поляна готова на 30 участников. В финале суперспринта увеличилась не только дистанция, но она теперь составляет 7,5 километров. Но и количество огневых рубежей до четырех. За промахи по-прежнему наказание штрафной круг. Но его протяженность всего 75 метров. Борьба за золото развернулась между югорчанином Дмитрием Ивановым и Максимом Цветковым из Санкт-Петербурга. Интрига царила до последнего круга. Там после четвертой стрельбы Иванов за счет чистой стрельбы улетел на дистанцию первым. Максим Цветков с одним промахом второй. Все пошло по плану, так и как хотел, даже несмотря на эти два штрафа. Так как гонка очень динамичная, штрафной круг маленький. И поэтому я старался быстрее отстрелять на рубеже, но в то же время не терять концентрацию. В принципе, все задуманное у меня получилось и выиграл. Для меня это вообще не мой профиль, так скажем. Потому что в прошлом году на Кубке России я не разу выше 10-го места в этих бонках не поднимался. Но все здесь очень быстро отстреляют. Вот ребята молодые, как Денис Таштемиров, они очень быстро стреляют. И много выигрывают у тебя на рубеже, и потом это на дистанцию очень сложно отыгрывать. Поэтому это не мой профиль. И сегодня, если честно, я настраивался, что если я буду в топ-3, то это для меня уже был хороший результат сегодня. В принципе, справился. Пятое и шестое место также у югорчан. Эти результаты у Михаила Бурундукова и Вадима Филимонова. 4 декабря второй этап продолжится с спринтами. А 5 декабря биатлонисты пробегут эстафету. Дмитрий Пришицын, Антон Ракитин, телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск.